Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Оптимистический, между прочим, канал. Я думаю, что сейчас самое время подаваться на курсы английского языка, в действительности подаваться на визу и получать ее. Мы уже точно знаем, что государство будет продлевать визу до бесконечности. И это, в общем-то, небольшая проблема. Самое главное, что учебное заведение нам гарантировало то, что мы не будем учиться дистанционно. То есть нам будут продлевать обучение до бесконечности. Не визу, как государство, а обучение. Будут продлеваться до бесконечности. Это замечательно. Ну, нам бесконечности не нужна, но хотя бы гарантия 2-3 лет должна быть. Ну, на всякий случай, черт его знает, что там у нас будет в этом мире. Но третье, это тот путь, который мы выбрали для исследовательской деятельности и в итоге для получения 858 визы в конце нашего пути, в конце нашего обучения, он не отрицает курсов английского языка. То есть при достижении как минимум 5,5-6,5 баллов мы выходим на пакетное обучение. И колледж не является, колледж лойтс не является собакой на сене. То есть мы согласны на пакетное обучение и сокращение вашей программы от года до любого минимума. То есть вплоть до 12 недель, за которые вы проплатили. Естественно, что вам накидывается confirmation of enrollment на докторскую. И когда вы сумеете подтвердить свой research proposal, но это уже другой вопрос. Мы его будем решать и мы его, собственно говоря, решили, если уж на то пошло. Но если у нас решается положительный вопрос о докторской, мы просто эти недели добавляем в виде пакета к нашей PhD, к визе, и, соответственно, приезжаем. Решение такое принято. И, собственно говоря, колледж, конечно, потеряет, то есть недополучит денег, на которые рассчитывал. Ну, во-первых, да, и вначале он получит до 12 недель. Во-вторых, это дает очень хорошую славу учебному заведению. Потому что первые приехавшие в таких рамках студенты являются хорошими ролевыми моделями, до ними потянутся другие. Но, опять-таки, не факт вы сможете так быстро поднять английский язык, допустим, с 5,5-6,5 уровня, и тогда у вас будет просто начало вашей докторской будет откладываться. Но, опять-таки, этим нельзя переходить границы, этим нельзя так сильно манипулировать, и никто вам не будет бесконечно переносить начало учебы. Вам просто сделают translation enrollment, и тогда визовые последствия будут, честно говоря, тягчайшие. Вот, соответственно, я считаю, что на курсы английского подаваться надо. На любое высшее образование, ребята, не надо подаваться. На докторскую подаваться надо. Ну, в докторской, извините, это все семерки, это уже исследовательская деятельность доказанная, арестович пропозал принятый, и много чего другое. Вот, естественно, это особая отдельная тема. А в этой теме был вопрос, который дадали, ну, я не знаю, до недели человек 15, наверное. Так подаваться или нет? Я думаю, что да, подаваться, очень хорошо подготовить документы. Ребята, никто не снимает с вас ответственность, чтобы у вас были и мотивационные письма, и хорошая документация. Финансовая, так сказать, не обязательно, но лучше все-таки быть готовым, чтобы по первому требованию ее предоставить. Почему изменились условия? Ну, потому что, наверное, Лойтс Колледж не единственный, но и он среди нескольких десятков, наверное, учебных заведений до последнего времени, до сотни, который получил уровень подхода один. Соответственно, ваши финансовые документы не являются обязательными. Желательными, если честно, желательными, конечно. Но, по крайней мере, вы должны декларировать, что по первому требованию вы можете эти документы предоставить. Ну, просто, если не требуется, делать это превентивно не надо. И это и была та самая капля, которая капнула на ту чашку, чтобы подаваться на визу. Я думаю, что в очень скором времени мы получим еще несколько виз, и они убедят нас в том, что вот пройти первый этап мы уже прошли, уже не являются большой проблемой. Но после этого, после этого, наша будет задача просто резко повышать уровень английского языка и пойти, попытаться перейти, у кого есть такая возможность, на второй этап. То есть, заниматься исследовательской деятельностью. Вот сейчас я, как бы, это видео заканчиваю и иду готовить документы для Ирины, то есть, проверять ее работу. И, надеюсь, в очень скором времени мы ее работу сможем отдать на публикацию. Так что, дорогие друзья, подавайтесь, подавайтесь. Но, опять-таки, только на курсы английского языка. И только в том случае, но в Лоте это есть, когда вам гарантируют не начало дистанционного обучения. Спасибо.